Праздник на новом месте. Фестиваль прессы в этом году буквально взял еще одну высоту и прошел на одной из самых высоких точек Самары, в парке Гагарина. Очень нравится, каждый год хожу и всегда просто в восторге от такого разнообразия. Столько лет он проходит и все время все разное. Телекомпании и радиостанции, газеты, журналы, интернет-издания, в том числе молодежные и ведомственные. В парке работает больше 20 площадок. Проводят викторины, конкурсы, мастер-классы, встречи с теми, кого обычно видят, слушают и читают. И главная тема, конечно, футбол и предстоящий чемпионат. Самара уже в игре. Парк превратился в сплошное поле для отрабатывания приемов с мячом. Мы очень гордимся самарской прессой. Она у нас многообразная, она у нас непростая. Разные точки зрения. На все абсолютно процессы. В таком обществе интересно жить. Но я, конечно, как из многообразия мнения выступаю, так и за профессионализм. Я думаю, что всем нам нужно объединиться вокруг общей цели подготовки города к чемпионату мира 2018 года. Мы с вами выходим на финишную прямую к чемпионату мира по футболу. И от журналистов зависит очень многое, как мы с вами подготовимся к чемпионату мира по футболу, как люди будут воспринимать эту подготовку и как будут помогать в этой подготовке. На церемонии открытия фестиваля команда почетных гостей вручает награды коллективам СМИ. Благодарность за активную работу в освещении жизни города получает и телеканал «Самара ГИС». Все развивается, не стоит на месте, и журналистика другая. Они всегда были, есть и будут хорошие журналисты. Просто времена меняются. И журналистика вместе с временами тоже меняется. Хочется пожелать журналистам, как спортсмен, честной игры и здоровой конкуренции. Когда есть конкуренция, есть хороший результат. Команда почетных гостей вместе со всеми остальными проходит по площадкам, участвует в конкурсах, общается с журналистами. На стадионе проходит матч между заслуженными работниками пера и микрофона и ветеранами команды «Крылья Советов». Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Да здесь же настоящий концерт, кричат юные посетители парка Гагарина и тянут родители и бабушек с дедушками на объединенную площадку телеканала «Самары ГИС» и «Самарской газеты». Мимо духового оркестра под управлением Марка Когана пройти невозможно. Его чарующие звуки в ликут и завораживают, и ноги сами пускаются в пляс. В это время рядом идет напряженный матч по настольному футболу. Поехали! И каждый посетитель смог оказаться в центре огромного стадиона и даже запечатлеть этот момент, чтобы потом предъявить фото тем, кто не поверит. Большой популярностью на площадке пользуется фотобудка и ретро-зона. Здесь можно перенестись в прошлое, выпить чашку чая и почитать газету 19 века. Здесь очень интересно. Живой оркестр, различная локация для детей. Здесь есть и послушать что, и посмотреть, и развлечь своего ребенка. Я с ребенком пришла. Здесь настолько все грамотно продумано, что просто за каждый угол глаз цепляется. Хочется здесь оставаться, быть и наслаждаться этим прекрасным днем. Конкурс детских рисунков на асфальте собрал десятки юных художников. А знатоки футбола меряются знаниями об истории игры. Викторину проводит самый заводной ведущий, корреспондент телеканала «Самара ГИС» Андрей Горгуленко. Для меня работа на ГИСе – это каждый день что-то новое, каждый день что-то интересное, каждый день что-то необычное. Никакой рутины. В общем, я получаю удовольствие. Телеканал «Самара ГИС» отмечает в этом году свое десятилетие. Это первый городской телеканал, который рассказывает о жизни города через истории и судьбы его жителей. Мы знаем своего телезрителя, мы его очень любим, надеемся, что он отвечает нам взаимностью, потому что у нас работают самые профессиональные журналисты, я не боюсь этого сегодня сказать. Они действительно знают в сегодняшний момент все современные технологии. Именно мы, телеканал «Самара ГИС», первыми создали мобильное приложение. И даже за границей зрители телеканала могут всегда быть в курсе событий родного города. У нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе, и каждый день присоединяются все новые зрители. Весь коллектив телеканала работает с самоотдачей и любовью к своей работе и «Самаре». Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.